МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В середине недели стало ясно, что на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане не будет звучать российский гимн и подниматься российский флаг. В результате многомесячного расследования, приведенного Международным Олимпийским комитетом о массовом использовании допинга российскими спортсменами на Играх в Сочи, специалисты МОК пришли к выводу о том, что в Москве на государственном уровне имел место заговор, в ходе которого осуществлялись целенаправленные манипуляции антидопинговой системой. За выводом немедленные последствия. МОК отстранил российскую олимпийскую сборную от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее. При этом чистым спортсменам, которые пройдут дополнительное тестирование, разрешат приехать в Пхенчхан и выступать под олимпийским флагом и под звуки олимпийского гимна. В ходе битвы за Олимпиаду стало понятно, что спорт больше не мир. Впрочем, еще не война. Российский президент заявил, что бойкотировать Олимпиаду страна не будет, но решение МОК все же назвал политически мотивированным. О большой политике и не только в большом спорте говорим сегодня в нашем эфире. Четыре года и целая событийная пропасть для России разделяют грядущую Олимпиаду в Пхенчхане и предшествовавшую ей Олимпиаду в Сочи. В 2014-м Россия хозяйка и победительница. У нее первое место в медальной таблице зимних игр. Сегодня, после расследования и дисквалификации, российские спортсмены по медалям уже на четвертом месте из перспективы и выступить в Южной Корее под нейтральным флагом. За Олимпиадой 2014 в его родном Сочи наблюдал мой коллега Рафаэль Сааков. За тем, что происходит вокруг Пхенчхана, наблюдает он же и готов рассказать нам сегодня об интригах грядущих Олимпийских игр. Раф, ну добро пожаловать. Ты у нас крупный специалист по спорту, поэтому расскажи, пожалуйста, вот самые неожиданные и самые громкие решения или объявления, которые МОК сделал на этой неделе. Я бы начал, Юля, с того, что ключевым фактором при вынесении решения со стороны МОК был доклад Сэмюэла Шмидта, который как раз расследовал непосредственно причастность российских властей к вот этим манипуляциям с допингом и сокрытием этих допинг-проб на играх в Сочи. Он был представлен, этот доклад, непосредственно на исполкоме. Вот кадры мы сейчас видим, исполком МОК. И, соответственно, у членов исполкома, конечно, как в России очень многие говорили, было довольно-таки мало времени на то, чтобы ознакомиться с этим докладом. Им даже уделили какое-то время, они вышли из зала. Но, тем не менее, этого времени было не очень много. Тем не менее, судя по всему, был избран путь некого компромисса. Этот компромисс заключается в том, что в итоге было принято решение не о полном запрете на участие россиян в играх, а на допуск чистых спортсменов, которые не попадались на допинге ранее и которые готовы пройти вот это тестирование. Что важно, они будут соревноваться на Олимпиаде под аббревиатурой. Аббревиатура OAR, Olympic Athlete from Russia. То есть спортсмены, олимпийцы из России. Тем самым, страна Россия, она будет все же фигурировать, то есть будут это название упоминать. В отличие от случаев с представителями стран, беженцами и представителями стран, например, в которых до сих пор происходят военные конфликты, они участвуют непосредственно под нейтральным флагом МОК. И их, соответственно, национальность никак не называется. Ну, в общем, Россия еще легким испугом и отделалась. Да, не идентифицирует их так сам. Но, кроме того, Россия заплатит 15 миллионов долларов. Это будет штраф для МОК. И, конечно, нельзя не отметить решение МОК по отдельным персоналям. В частности, конечно же, по Виталию Мутко, который был на момент игр в Сочи министром спорта. Так вот, в итоге решили Мутко отстранить пожизненно от посещения вообще любых Олимпиад. Не знаю, большой ли это удар по Виталию Леонтьевичу. Ну вот, а с Мутко сейчас особая интрига, поскольку немилость МОК не освобождает его от ответственности практически главного организатора чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Что от этого можно ожидать? Да, совершенно верно. Мутко сейчас является не только вице-премьером России, как раз после того, как он ушел с поста, то есть там, условно говоря, его сняли с поста министр спорта, но сделали вице-премьером, который при этом курирует в российском правительстве как раз подготовку к чемпионату мира по футболу. И он является, более того, председателем оргкомитета этого чемпионата мира по футболу. Жеребевка состоялась в Кремле на прошлой неделе, 1 декабря, с высокопарными речами Владимира Путина, Джанни Инфантино, президента FIFA. И многие призывают теперь FIFA к решительным действиям после того, как МОК принял это решение, поскольку это, соответственно, присутствие Мутко во главе оргкомитета может бросить тень, на самом деле, и на Международную Федерацию Футбола. Но, тем не менее, Мутко сам вновь в отставку уходить не стал. Многие ждали, что уж наконец сейчас он все-таки примет такое решение, но он не стал ни с этого поста, ни со второго. Он занимает также пост главы Российского футбольного союза. Так вот, Мутко сказал, что это спланированная информационная атака на Россию, и санкции МОК никоим образом не повлияют на подготовку России к чемпионату мира. Раф, очень коротко. В России вообще активно обсуждали возможность бойкотировать игры, но Владимир Путин сказал, что бойкота не будет. Как ты думаешь, это окончательное решение? Да, и сказал это он на Горьковском автозаводе, где объявил о том, что будет баллотироваться заодно на очередной президентский срок. Не знаю, совпадение это или нет, многие сочли, что это не просто совпадение. И Путин заявил, что никакого бойкота не будет. Но я бы отметил все-таки небольшое уточнение, цитату из Путина. Если кто-то из спортсменов захочет принять участие в личном качестве. Это немаловажно, учитывая ту истерику, можно сказать, истерию, которая развернулась сейчас в России на госканалах, в ток-шоу. Соответственно, все обсуждают, и политики, и многие другие ораторы призывают. Российских спортсменов буквально давят на них, чтобы они не ехали под нейтральным флагом, не под флагом России. То есть сейчас слово за спортсменами. Например, спортивная общественность в целом. Тренер Татьяна Тарасова, прославленный тренер по фигурному катанию, уже сказала, что это действительно для многих спортсменов единственный шанс поехать на Олимпиаду, поскольку Олимпиада раз в 4 года, они все, соответственно, могут сохранить ту форму, в которой находятся сейчас. Раф, ну вот я надеюсь, что с теми спортсменами, которые все-таки доберутся до Олимпиады, тебе лично удастся пообщаться, поскольку мы, опять же, надеемся, что и ты до Пхенчана в какой-то момент доберешься, Рафаэль Саков, в нашей студии. Дальше об экономических последствиях неучастия России в Олимпийских играх. Спорт – это не только политика, но и деньги. Большой спорт – большие деньги, Олимпийские игры – вообще очень масштабные суммы. Сегодня специальный гость нашей студии – экономист, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Ослунд, и он попробует нам со всеми этими экономическими вопросами разобраться. Итак, Андерс, я приветствую вас в этой студии, первый раз, очень рада вас здесь видеть. Вот давайте про Олимпиаду. Какими будут экономические последствия, на ваш взгляд, неучастия России в Олимпиаде? Для России это будут очень маленькие патрии. Ну, скажем, здесь штраф 15 миллионов долларов – это очень мало по сравнению с 50 миллиардов долларов, что стоило в Сочи. А вот как вам кажется, тот факт, что Россия все-таки решила не бойкотировать игры, там был какой-то экономический, может быть, фактор, и то, что бойкотировать было бы невыгодно? Нет, я думаю, что это совсем политически. Потому что, конечно, российские спортсмены очень сильные, и жалко, если они не могут участвовать в Олимпийских играх. Спасибо вам большое. Еще одна коллизия недели на этот раз в Киеве. Продолжаем эфир. В начале недели в Киеве решили арестовать бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одессы и нынешнего оппозиционного политика без гражданства Михаила Саакашвили. Решение последовало за инициированным Саакашвили в начале недели протестом в центре Киева с требованием отправить в отставку президента Порошенко. Решили в понедельник, арестовали во вторник. Аресту предшествовал драматичный съем Саакашвили с крыши его собственного дома. Арестованным он, впрочем, пробыл недолго, около трех часов. Соратники освободили Саакашвили прямо из микроавтобуса спецслужб. После этого у здания парламента в Киеве образовался палаточный городок, в котором по уже сложившейся традиции жгли покрышки и требовали отставки президента, которого протестующие во главе с Михаилом Саакашвили обвиняли в коррупции. Генпрокуратура Украины, в свою очередь, не замедлила выступить с версией о том, что экс-президент Грузии пытается совершить госпереворот на российские деньги. Средство по этой версии он якобы получил от сторонника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Курченко. Сам Саакашвили для того, чтобы прояснить свою позицию, вышел накануне на скайп-связь с участниками конференции в Институте Катона в Вашингтоне и так прокомментировал обвинение в свой адрес. Они обвинили меня в связях с каким-то Курченко, я никакого Курченко не знаю. Никогда его не встречал. Я знаю, что такой человек существует, но никогда его не встречал. Они меня лишили моего гражданства, подделали мою подпись. Два года назад министр иностранных дел Украины подделал видео, в котором приставил мою голову к чужому телу и показал это видео, пытаясь скомпрометировать меня и обвинить в связях с российскими олигархами. Два дня спустя они признали, что это неправда. Так что к такому я привык. Ирония этой ситуации в том, что они меня называют агентом ФСБ. Смехотворность этих обвинений заключается в том, что они используют термины «враг народа», «враг Украины». Я этим очень обеспокоен, поскольку Порошенко использует риторику, которые вообще не должны оперировать в современной Украине, стремящейся в Европу. Украинские олигархи живут так же, как и российские. Идет война, но Порошенко заплатил почти миллиард гривен налогов в бюджет России в прошлом году за свой бизнес. Это данные текущего года. Есть также Медведчук, бизнес-партнер и близкий друг Путина. То есть, с одной стороны, мы воюем с Россией, с другой, украинская и российская элиты одинаково живут. Это просто невероятно. Стоит напомнить, что на исторической родине экс-президента Грузии ему тоже предъявляют целый ряд обвинений. Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным статьям, среди которых превышение должностных полномочий и растрата бюджета. В 2014 году грузинские власти объявили Саакашвили в розыск. О том, с какими настроениями за эффектом Саакашвили наблюдают сегодня в Тбилиси, я спросила накануне этого эфира у экс-заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины, Евразии и Балкан, Майкла Карпентера, который выходил к нам на связь с грузинской столицей. Итак, Майкл, какова реакция в Грузии на события в Украине? Разумеется, эта тема одна из самых обсуждаемых сейчас. Реакции самые разные. Люди либо выражают озабоченность вокруг ситуации, либо радость. Однако стоит отметить, что многие обеспокоены неизвестностью. Никто не знает, как события будут развиваться дальше. Сторонники Саакашвили отмечают, что его права должны быть соблюдены. Разумеется, большинство людей согласны с этим утверждением в том, что касается его физической безопасности. Однако отношение к фигуре Саакашвили самое неоднозначное. Я бы сказал, что он сегодня фигура поляризующая. Итак, Майкл, это в Грузии. А как вы в целом оцениваете роль Саакашвили в политической жизни Украины? Откровенно говоря, Саакашвили играет дестабилизирующую роль. Он въехал на территорию Украины из Польши на сомнительных легальных основаниях. Также стоит отметить, что в его окружении находятся люди с сомнительным прошлым. Сотрудники служб безопасности или лица, которые могут быть связаны с военизированными группировками. Сегодня точно сказать сложно. И все эти факторы, по крайней мере, меня подталкивают к выводу о том, что он является дестабилизирующей фигурой. Да, он открыто говорил о коррупции в Украине, что, безусловно, имеет значение. Но я думаю, Саакашвили не самый подходящий человек, чтобы выступать с такими заявлениями. А на ваш взгляд, стоит украинским властям опасаться нового Майдана? Часть ответственности за последние события можно возложить и на украинскую власть. В сложившейся ситуации виноваты обе стороны. Но единственным человеком, который получит выгоду от этой трагической и странной ситуации, откровенно говоря, станет господин Путин. С украинской стороны, власти, необходимо строго соблюдать букву закона и не прибегать к силовым методам. Они будут контрпродуктивны для нее. В данный момент сторона Саакашвили использует тактику демагогии. И это тоже опасно. Сейчас его лагерь не столько выступает в поддержку антикоррупционного движения, сколько создание атмосферы обозленной толпы. И это не может не вызывать сожаления. Спасибо, Майкл. Майкл Карпентер выходил к нам на связи из Тбилиси. Уже после нашей беседы Майкл Карпентер написал в Твиттере, если рада проголосовать за то, чтобы освободить от должности главу антикоррупционного комитета и главу НАБУ, я выступлю с рекомендациями прекратить помощь США и Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Сложившаяся ситуация просто позорна. Своей оценкой происходящего в Киеве с нами сейчас поделится Андерс Оуслунд, одна из последних книг которого вышла под заголовком «Украина. Что пошло не так и как это исправить?» Итак, Андерс, для начала вы поддержали бы Майкла Карпентера вот в этом высказывании о рекомендациях прекратить помощь в Украине, если будет продолжаться то, что происходит? Я хотел бы по-другому здесь поставить вопрос. Главная проблема здесь в Украине – это судебная реформа, которая провалилась в ноябре. И сейчас государство, это значит, Генеральный прокурор и СПУ начали большую атаку на Национальное антикоррупционное бюро. Это значит единственное утверждение, которое действительно борется с коррупцией. Мне кажется, Саакашвили здесь просто начал акции, чтобы защитить НАБУ. Главное здесь – это не Саакашвили. Главное – это борьба правительства против НАБУ. То есть получается, что роль Саакашвили, по вашей оценке, она не так велика? Да, мне кажется, что просто пробовали арестовать Саакашвили, как часто эту атаку на НАБУ. И Саакашвили – это сильный человек. Он знает, как организовать протесты. У него есть очень лояльные люди, что он был каталист действия. И нельзя считать, что он руководитель или что он причина. Причина – это, что государство делает против антикоррупционных действий. Андрес, два вопроса у меня сразу к вам. Давайте сначала вот эти обвинения в адрес Саакашвили, что он обвиняет Порошенко в коррупции, а его, в свою очередь, обвиняют в том, что он пытается совершить переворот на российские деньги. Вот это российская вам как связь вообще? Мне кажется, что это очень сомнительно. Это генеральный прокурор, который это предлагал. И гражданское общество в Киеве, которое очень профессионально, не верит в это. Я хочу процитировать ваш твит, поскольку твиттер мы читаем много и с удовольствием. Вы написали – это сумасшествие. Неужели Порошенко не понимает, что он полностью себя изолирует и потеряет таким образом власть? Остановитесь, пока не поздно. Перевод наш. А для чего может быть поздно и что не так сейчас делает Порошенко, по вашей оценке? Порошенко очень зависит от Запада. И это политическая поддержка, которая важна для Украины. Украина в войне с Россией, и нужно получить оружие, и финансы слабые. И все понимают, вы знаете, Украина очень прозрачна. Мы можем точно знать, что правда и что неправда в Украине. И все понимают, что это президент, который атакует антикоррупционные действия в стране. И он не может себе это позволить, потому что МВФ, Европейский Союз, США, Великая Британия, Мировой банк и так далее. Американский конгресс сразу критиковали эти действия и сказали – больше денег не будет. Ну вот, несмотря на то, что была критика, и вы говорите о том, что существует прозрачность, вот это вот давление на реформаторские усилия, и в частности на судебную реформу, на антикоррупционные органы, оно продолжается. А почему, как вы думаете, это такое вот массовое существует давление в Украине, несмотря на то, что происходило в последние годы? Ну, из-за того, что не судили ни одного человека, ни из администрации Януковича, ни из администрации Порошенко, значит, на высшем уровне. И почему? Потому что суды остаются скоррумпированы. И что нужно было тогда это совершить судебную реформу. Мы сейчас это провалили. И, в принципе, старые судьи, которые назначили старых коррумпированных судей, и тогда Запад, и гражданское общество в Украине, и реформаторские депутаты сейчас требуют самостоятельный антикоррупционный суд, чтобы не только найти и показать, что делать скоррумпированных чиновников на высшем уровне, но чтобы их действительно судить. Не судили ни одного, и надо их судить. Это, например, начальник налоговой службы. Это один из главных депутатов из партии Дяценюка. Это заместитель министра обороны. Это сын министра внутренних дел. Скажем, это главные люди, которые арестовали. И есть доводы, но суд их не судит. А вы, когда написали свою книгу в 2015 году, название говорит само за себя, Украина, что пошло не так. Получается, что уже в 2015, а вы ведь еще писали эту книгу некоторое время, вы уже понимали, что что-то идет не так, что-то куда-то не туда движется. На какой развилке Украина повернула в неправильном направлении, по-вашему? Ну, первое, надо сказать, что экономические реформы делали сейчас в Украине приблизительно, как в России, 1999 по 2002 года. Но что они сделали, это судебные реформы. И когда нет настоящих судей, тогда значит, что нет настоящих прав собственности. Это точно как Россия все время совершает СБУ, генералы и прокуроры, корпоративное рейдерство. Просто воруют предприятия. И это маленькие, это большие предприятия. И все это понимают в Украине. А как вы считаете, как с этим можно с успехом бороться? Ну, вы уже неоднократно сказали о судебной реформе. И вообще, предвидите ли вы какой-то успех в этом направлении, в обозримом будущем? Ну, например, Кристин Лагард, исполнительный директор МВФ, сегодня позвонила Порошенко и сказала, что надо иметь антикоррупционный суд, иначе мы ему ничего больше не дам. Ну, конечно, что надо делать, это освобождать от мест всех прокуроров, всех судей и всех офицеров СБУ. И это не очень много людей. Надо строить новые учреждения, которые не основаны на коррупции. Проблема в том, что эти реформы были слишком мелкие. А в Украине, на ваш взгляд, есть кадры для того, чтобы построить, вот фактически с чистого листа создать эти учреждения? Да, конечно. Это не очень много тысяч людей, которые нужны. В Украине сегодня очень много молодых профессионалов, очень часто с образованием из-за Запада. Есть много хороших людей. Скажем, это большая разница сегодня по сравнению с тем, что было после Оранжевой революции. Надо использовать этого потенциала. И я думаю, что президент Порошенко сейчас в углу. И это очень глупый человек. Он вероятно понимает, что у него есть возможность по-другому действовать. То есть вы считаете, что Порошенко, в принципе, готов пойти на какие-то кардинальные изменения, несмотря на то давление, которое, как говорят, существует на него изнутри системы? Ну, дат этого времени он всегда сказал, что он борется с коррупцией. И он подписал все хорошие законы, которые дошли до него. Может быть, он противодействует тихо, но не открыто. Ну, и вопрос, который мы, в общем, многим задаем, и сейчас такая вот ситуация сложилась. И поскольку мы знаем эту историю революционных настроений в Украине, как вы считаете, вот если это все не пойдет по той дороге, по которой вы сейчас рекомендуете, еще одна революция в Украине возможна? Это я не могу сказать. Скажем, я ожидал раньше революции, но я не ожидал Евромайдана. Это для меня было удивление, что люди были готовы так вставать еще раз. Ну что ж, Андрис, спасибо вам большое за вашу оценку. К сожалению, это все, на что у нас сегодня хватило времени. Но я надеюсь, что мы опять с вами в этой студии увидимся, поскольку следить нам есть за чем и анализировать есть что. Спасибо вам большое. Напоминаю, что гостем в нашей студии сегодня был экономист, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андрис Ослун. Спасибо за то, что провели эти полчаса с нами. Дальше больше. Мы, как всегда, в эфирах ваших национальных каналов и в интернете на Current Time TV. С вами была Юлия Савченко. Всего вам доброго и до следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»!